Как и многие ветераны, Александра Козуб не любит рассказывать о войне. Женщина, которая привыкла заботиться о близких людях, чтобы в голодное и непростое время выжить, работала, не покладая рук. Семье Козуб было нелегко. Переехав в Ворениковский район, они начали жизнь с чистого листа. Прожили два дня, ничем не пили, не ели. Уже рады были умереть. Ну, папа нечаянно заметил объявление, дербовка в совхоз имени Молотова. Не хочется плакать. Мне так трудно. И нашел он этих дербовщиков. Они вызвали машину, забрали нас сюда, привезли в совхоз. И я прямо с воду пошла работать. Так и пролетела жизнь. С утра и до ночи трудилась на винограде. Работала звеньевой и старалась быть впереди, чтобы прокормить детей, поднять их на ноги. В семь лет Александра Степановна трудилась на Анапском молкомбинате. Самоотверженный труд всегда в почете. Ее работы отметили Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Ленина и Медалью Ветерана Труда. Свои награды Александр Козуб с гордостью хранит. Сейчас Александра Степановна – главный стержень большой семьи, ее вдохновитель и пример для подражания. Я рано замуж вышла. И вот это у меня сын старший и меньший в Германии с семьей. И я так все-таки выжила. Выросила эти детей. Спасибо Богу, да, дети у меня хорошие. У Александры Степановны действительно большая и дружная семья. Два сына, семь внуков и девять правнуков с удовольствием приезжают к своей любимой и доброй бабушке. Поздравить с юбилеем эту неутомимую женщину приехали и представители администрации курорта. Кубань гордится своими героями. Каждая из вас – личность, пример для подражания. Свою жизнью и делами вы доказали и доказываете безграничную любовь и преданность своему краю и родине. Александра Козуб никогда не сидит на месте. Ее вышивки украшают дома друзей и близких. Такие люди, как Александр Козуб – это настоящий символ эпохи, веры в будущее, патриотизма и трудолюбия. Здоровья и благополучия на долгие годы.